Как открыть собственное дело, не имея начального капитала? Безработным жителям, желающим работать на себя в центре занятости населения, помогут составить бизнес-план и дадут необходимую сумму для открытия своего дела. С начинающими и будущими бизнесменами встретилась Алена Валей. Около года назад Александр Генералов числился в центре занятости населения как безработный. Сейчас он индивидуальный предприниматель, занимается фотографией. Любовь к работе с фотокамерой появилась еще в подростковом возрасте. Спустя 15 лет любимое дело стало приносить стабильный доход. Впечатлила меня фотография. Мне нравится именно сам этот момент, что в запечатленном мгновении смотришь на эту фотографию и видишь множество моментов того дня именно в одном запечатленном мгновении. Подготовка к съемке у Александра похожа на ритуал. За несколько минут выставляется все необходимое оборудование. По словам начинающего бизнесмена, все работает на аккумуляторах. Поэтому фотосессию можно вести не только в помещении, но и на улице или на отдыхе в лесу. Сегодня услугами начинающего предпринимателя в сфере художественной фотографии воспользовалась и наша съемочная группа. Но, Александр, что мы делаем дальше? Для начала мы настроим свет, то есть сделаем 2-3 пробных кадра. И потом, когда уже свет у нас будет полностью настроен, достаточно нас будет устраивать, мы сделаем небольшую фотосессию. В прошлом году Александр получил субсидию от Центра занятости населения. 105 тысяч рублей пошли на покупку необходимой техники и оборудования. Сейчас он работает на выезде. В перспективе – открытие своей фотостудии. Пока это только планы. Сейчас, говорит Александр, главное – наработать свою клиентскую базу. Клиентов немного. На самом деле я не предполагал даже, что у нас на Ринмаре такая довольно-таки здоровая конкуренция в сфере фотографии. Я пока не начал этим заниматься. Считал, что, ну, что тут, один-два фотографа, мы сюда быстренько влезем. Нет, это не так. Конкуренция здесь есть. Здесь есть фотографы, которые занимаются уже не один год. У них своя наработанная база. Я пока что только вливаюсь. К примеру Александра Генералова готовы последовать несколько десятков жителей региона. На очередной комиссии в Центре занятости населения рассмотрели заявки трёх будущих бизнесменов. Сферы оказания услуг различные. От строительства и ремонта до дизайнерской мастерской. Дизайнерская мастерская пошла. То есть у нас город растёт, развивается. Все хотят в красивом помещении работать и жить. Сам тоже, конечно, хотел бы в красивом помещении работать и жить, но уже работать на себе. Все претенденты долгое время не могли устроиться на работу, поэтому решили создать для себя рабочее место. Антон Куркин мечтает открыть индивидуальное предприятие «Гарант». Начать планирует с ремонта квартир и домов. В перспективе – капитальное строительство. Новое предприятие – это новые рабочие места. И не только в Нарьенмаре. Например, будут какие-то объекты в дальнейшем, может, на сёлах будем привлекать. Не с города людей, а прямо с сёла. Прямо вот, где он живёт, проживает, их же и будем привлекать. Создать рабочие места на селе планирует и другой будущий бизнесмен. Алексей Кожевин – житель Харуты. Впервые от центра занятости будет открыто собственное дело безработного гражданина на селе. Но я считаю, что мы идём в этом смысле в тренде тех установок, которые руководство субъекта для нас подготовило. Комиссия одобрила все представленные проекты. В дальнейшем будущим предпринимателям предстоит оформить ИП. И после этого они получат денежные средства на покупку самого необходимого для своего дела. Алена Валерий, Роман Делимарский, Александр Усачёв, Телеканал Север.